мир всем сейчас я сделал на русском то что я буквально несколько минут назад сделал на английском а именно рассуждение о роли закона вернее то как обозначено название этого видео 10 заповедей правила жизни для христианина под вопросом то есть является ли декалаг или 10 слов 10 заповедей правилам жизни благодарения для христиан уже не первый раз я затрагиваю эту тему я уже говорил об этом но как говорит экклезиаст нет ничего нового под солнцем некоторые вещи всплывают вновь и вновь нет ничего нового под солнцем и поэтому проповедникам учителям постоянно приходится возвращаться некоторые темы они просто не выходят из злободневных обсуждений вопроса оправдания вопрос искупления не постоянно нужно вновь и вновь о них говорить несмотря на то что очень мало из того что скажу может быть вообще новым я надеюсь что это вообще не является новым а соответствующим скорее тому что говорит уже писание сказала давно итак является ли здесь это слово правилам жизни и еще закон рассматривает в качестве некого инструмента освещения что христианину нужен закон для освещения освещение рассматривается как моральное совершенство и что христианин становится постепенно все лучше и лучше и лучше и для вот это постепенно нравственного улучшения совершенствования требуется закон мерило закона вот делать добрые дела и таким образом а что является добрыми делами добрые дела это те которые делаются в соответствии с законом божием и информированы законом божием вот это называется добрыми делами если ты делаешь ты освещаешься такого популярное представление об этом я также же не раз говорил что вот эта идея освещения она фундаментально неверно потому что освещены мы единократным освещением христа и он есть освещение наше мы освещаемся не делами закона не своим послушанием мы скорее призваны ходить путями освещения которые уже имеют все те кто искуплен кровью христа кто уповает на него мы имеем его в качестве освещения ну так по поводу закона еще раз напомню тем кто может быть впервые обращаться к этому предмету и не видел может быть такого рода обсуждения ранее под законом что имеется ввиду закон закон моисеев закон который был дан сынам израилем через раба божия моисея более конкретно как правило под законом который якобы является правилом жизни благодарения для христианина подразумевается 10 заповедей и строится это на троичном восприятии закона когда закон который был дан и отражен в пяти книжек например в книге исхода дается в левите и так далее в числах что вот этот вот закон данный через моисея он имеет три разделения и разделение обычно традиционные это еще исходит из средневековой схоластики даже из ранней церкви таковы что часть закона называется моральные дженравственные и это здесь десятословия 10 заповедей они являются вечными говорят нам богословы вторая часть вот этого троичного разделения это церемониальные лежишь вечерский туда входят диетарные законы запрет на то чтобы есть например креветок или есть свиное мясо не есть крови и так далее эти законы говорят нам и в данном случае правильно они указывают на христа научат нас о святости во христиане исполнились и теперь отменены например мы можем есть свинину без угрызения совести христиане и даже вот в этом видении которое было дано петру в 10 главе книги деяний когда спустился как бы сосуд помните вот эти животные и голос к нему петр заколи и ешь вот и хотя сама весь там касается смысл соль этого видения данного петру это то что язычники очищены через жертву христа и к ним можно и должны идти иудеям в этом смысл этого видения но это также касается конечно же что прежние диетарные запреты что нельзя есть того или этого что они не действительно тем более пол павел говорит о том что все творение все что произрастает все что дается можно есть потому что господня земля и что наполняет ее все что дают вам ешьте и так далее единственное мы не должны злоупотреблять свободы если это огорчает совесть брата который может быть и он может быть в совести своей уязвлен если видит например выходя из какой-то религии что мы едим пищу принесенные в жертву идолам да и павел об этом подробно говорит в первом коринфину и в послании к римлянам об этом сейчас говорить не будем из этого мы заключаем что что касается вот этих законов об очищения церемониальных крещениях и так далее что все это свершилось во христе потому отменено третья часть закона это законы гражданский кодекс законы которые касались в особенности жизни Израиля например не сеять два рода семени не сплетать одежды из двух родов нитей строить заграждение вокруг плоской крыши делать города убежище для тех кто не преднамеренно убил ближнего вот эти законы сейчас строгом смысле не используется почему потому что мы не живем в Израиле под прямым правлением и иеговы и эти законы сейчас поэтому не действительно хотя имеет конечно же значение продолжающиеся в смысле того что научает нас что конечно же допустим взять закон об городах убежищах это ведь было сдано для того чтобы среди прочего умереть вот это желание мстить для того чтобы человек который не преднамеренно то есть на самом деле случайно в том плане что человек не планировал но Господь сделал так что по проведению получилось так попал под удар что-то такое случилось он может бежать в этот город и быть там в безопасности кроме того что это указывает на Христа который есть наше убежище и так далее то есть ну эти законы сейчас они не в силе но говорят нам вот 10 заповий моральный нравственный закон он всегда остается в силе и потому для верующих он является правилом жизни благодарения здесь мы подходим к другому разделению тоже троичному который касается закона а именно три употребления или же три функции закона и вот здесь есть определенные споры внутри магистерской реформации например Лютер исповедовал и верил только в два употребления закона и я кстати смогу сразу сказать что я здесь на стороне Лютера Калвин и другие прочие стояли на трех функциях или же используемых закона и так каковы они вкратце опять же первое употребление закона и оно ясно излагается в писании с этим нет споров ни у кого это евангельское служение закона как открывающий нам показывающий нам грех наш через закон познания греха делами закона не оправдается перед ним никакая плоть но через закон познания греха закон как совершенно зеркало показывает нам нашу неспособность нашу греховность наш бунт через закон грех является крайне грешным говорит Павел в 7 главе послания к римлянам и таким образом закон призван детоводить и даже толкать как бы рожном как Павла помните на по дороге в Дамаск подталкивает нас ко Христу потому что мы не имеем иначе выхода Писание всех заключило под грехом говорит Павел в 3 главе послания Галатам через закон Писание через закон заключает нас под грехом показывает что мы все согрешили это первое употребление закона с этим мы все согласны Писание об этом говорит второе употребление закона или вторая функция это так называемая гражданская в плане сдерживания проявления греха то есть в виде уголовного кодекса в виде наказания за преступления этих заповедей например кража наказывается наказывается в большинстве стран кража наказывается где-то очень сурово где-то не очень сурово кража наказывается убийство наказывается наказывается Где-то смертной казни Где-то по жизненным заключениям Но есть наказание В этом смысле закон Опять же он не спасительный Он не может дать жизни Он сдерживает греховные проявления Это вот второе употребление закона Опять же с ним все согласны Лютер был согласен, Кавлин согласен и так далее Прочие были согласны Но существует вот это вот третье Употребление закона Или же третья функция Которая говорит Что закон морально-нравственный Является правилом жизни и благодарения Для верующих Потому что закон учит верующих Как поступать благоугодно Как ходить перед Богом Как делать добрые дела И даже один из катехеевцев Определяет добрые дела То есть Господь предназначил нам добрые дела Чтобы исполнять, верно? А что такое добрые дела? Добрые дела это те Которые делаются в соответствии с законом Божьим Не по воображению человеческому А взяты из закона Божьего Звучит благочестиво Но это неверное определение И вот это вот третье употребление Лютер И лютеранская традиция Во время реформации У них не было места Для третьего употребления Лютер считал, что нет Не закон является правилом жизни и благодарения И Евангелия Но что закон Даже в жизни у верующего Продолжает усуществлять Свою первую функцию А именно Он продолжает нас Детоводить ко Христу Потому что всякий раз Изучая Писание и Закон Мы осознаем Свою греховность И мы вновь и вновь бежим ко Христу Это правильно Абсолютно здесь Можно согласиться С лютером Так вот это вот третье употребление закона Нам говорят Что искупленные Должны иметь закон В качестве инструкции Которая научает нас Как жить перед Богом И 10 заповедей Являются совершенной инструкцией Вот Проблемы здесь две основных Их больше Но две основных проблемы Первая проблема Что во-первых Закон есть закон Закон от которого Избавил нас Христос Освободил нас Христос Включают в себя эти 10 заповедей То есть другими словами Христос когда освобождает нас От служения смертоносного От служения осуждения Говорят нам Он освобождает нас От проклятия закона Он освобождает нас От диетарных законов От гражданских законов Но моральный закон Остается в силе Это схоластическое Расщепление волос Это не так В седьмой главе Послания к римлянам Где Павел Несколько раз говорит Что мы освободились От греха В этом же В этой же главе Он говорит Через закон Я узнал Не пожелай Я бы не знал Что такое Не пожелай Если бы закон Не сказал Не пожелай А заметьте Не пожелай является Частью чего Десятословие Это моральная заповедь Которая должна быть в силе То есть по правилу экзигезы Это Трудно выдавить Из Павла Что мы избавлены От проклятия Но что закон сам В качестве вот этих Императивов Якобы остается в силе Теперь проблема Во-первых В этом разделении закон Теперь проблема Вот в чем Сам закон Обратим внимание На то Как Даны эти заповеди Если вы никогда Не задумывались Над этим Обратите внимание Что все Десять слов Десять заповедей А восемь Из заповедей Даются В виде Запретов Да Не будет У тебя Других богов Пред лицом Моим Не делай себе Никакого Изображения Вторая заповедь Не произноси Имени Господа Бога твоего Напрасно Да Потом Потом идет у нас Четвертая заповедь Она помнит День субботника Положить А потом Почитает Сая мать Потом Вновь Не убивай Не прелюбодействуй Не кради Не произноси Ложного свидетельства На ближнем Свою И не пожелай Обратите внимание Из десяти заповедей Восемь даны В виде запретов Почему У этого есть Определенные Основания Которые мы можем Увидеть Даже то Как это работает У людей У греховных людей У греховной плоти Запрет вызывает Противление Запрет вызывает Ответную реакцию Поступить наоборот И это то Как работает закон На самом деле Он Выявляет Похоти наши Через вот этот запрет Не пожелай А нам хочется Мы желаем Он как бы Предполагает Сам закон Предполагает Что вы будете Желать Противного И он ставит запрет Не прелюбодействуй Не кради А хочется Этого сделать То есть он предполагает Греховную предрасположенность Более того Закон Десять заповедей Непосредственно связан С санкциями Наказаний За нарушение Этих самых заповедей Все из этих заповедей Преступление Их Каралось Смертью Если кто Будет Приносить Жертву Другим богам Которые не знали Ни отцы Ни вы Ни отцы ваши Ли кто будет Блудно ходить Вслед других богов Не должно Такому Жить Побить камнями Должно его Все общество Израильское Если кто Будет Поклоняться Не в соответствии Как приказал Но будет поступать По обычаям Жители земли Этих И стремится Та душа Из народа Своего Если кто Будет Произносить Имя господа Бога Напрасно Или же Похулит Имя господа Или скажет О нем Что не должно Того Того Должно Побить Камнями И так далее Все эти заповеди Нарушение их Должно было Быть наказуемо Смертью Теперь возникает вопрос Если вы христианина Который обратился Вы говорите Как мне теперь жить Ну давай Соблюдай Десять заповедей Вот десять заповедей Это правило жизни Благодарения для тебя Он смотрит на эти Десять заповедей Если он духовный Если дух святой Действует в нем Если дух святой Научает его Как заповедь Безмерно Обширно И духовно Она также Показывает ему Что он сам Плотян Как Павел говорит Продан греху А именно Что страсти Вот эти Похоти Они остаются И у нас И всякий раз Когда мы не полностью Послушаемся Всякий раз Когда мы совершенно Не любим Бога Всякий раз Когда мы делаем Какие-то огрехи Выясняется Что мы Нарушаем Эти заповеди И совесть Начинает нас Обличать в том Что мы Несовершенно Это делаем А если даже И совершенно Как нам кажется То это только По внешним показателям Да Внешне Может быть Ты не прелюбодействуешь Внешне А Иисус Говорит Всякий Кто посмотрел На женщину С вожделением Уже Прелюбодействовал С ней В сердце Своем Как насчет Этого А не пожелай А зависть А ропот А желание Того Что Бог Нам не дал А нам Хотелось бы Эх Если бы у меня Был получше Телефон Если бы у меня Был получше Компьютер Бог не дал мне А надо бы Мне дать И так далее Всякий раз Когда у нас Есть эти желания Мы осуждаемся Мы попадаем Под служение Осуждения Потому что Десять заповедей Является Служением Осуждения Это то Чего многие Христиане Не понимают Потом Говорят нам Две вещи Опять Что Во-первых Десять заповедей Десятословия Является Полнотой Совершенством Всего морального Долга И все Что вы можете Доброе сделать Когда-либо По отношению К Богу И к человеку Содержится В десяти заповедях И десять заповедей Это полнота Из которой Все изливается Это первое утверждение Второе Что если убрать Эти десять заповедей Верующие останутся В желеобразном вакууме Они все расползутся По барам По борделям И так далее Будут делать все И у них не будет Морального компаса Как сказал один учитель Недавно Что закон Служит Видеть трубы По которой Должна течь вода В подужном направлении Что любовь У нас к Богу Которая возникает После обращения Она должна бы Иметь правильное направление Вот труба По которой течет вода Это закон Закон показывает Куда должна течь вода Чтобы она не полилась В другом направлении Куда не должна ей течь Так говорят Это Весьма распространенное Представление Оно крайне Однако Неверное И вот почему Во первых Что касается Статуса Обращенного Когда человек Обращается Бог Вкладывает Ему Вовнутрь Свой закон Иеремия 31 Иезекииль 36 Господь Вкладывает Как бы закон Говорит Ага А какой закон Он вкладывает Закон Который он вкладывает Это конечно же Ничто иное Как 10 заповедей Он тебе вкладывает 10 заповедей Ну тогда возникает вопрос Если он вложил 10 заповедей Почему нам нужно 10 заповедей На скрижалях Ну потому что Свидетельство Не вполне точное Говорят нам Нет Смотрите Как на самом деле Обстоит дело Во первых Господь действительно Вкладывает Свой закон И существует Этическая Нравственная Преемственность Между Ветхим Заветом И новым Между Заветом Моисея И Заветом Во Христе Бог все еще Ненавидит Прелюбодеяния Бог все еще Ненавидит Убийство В этом смысле Очень много Перетекает Из Ветхого Завета В Новый Завет Преемственность Этические Нормы Есть Мы не Оставлены В вакууме И любой Человек С половиной Извилины Возрожденный Знает Что Бог Ненавидит Определенные Вещи И любит Другие И мы Призваны Поступать Соответственно Теперь То что Якобы Десять слов Десятословия Содержит в себе Полноту Вот я Дам Пример Где Заповедь Которая Дана Нам Напрямую Христианам Она Не имеет Полного Аналога В Ветхом Завете И не Может иметь Я уже Прибегал К этому Примеру Я вновь Буду Использовать Потому что По моему Мнению Невозможно С этим Спорить Я покажу Почему Ефесянам 4.32 Среди Прочего Здесь Можно Много Привести Примеров Но возьмем Вот Вот такое Явное 32 стих Конечный Стих 4 главы Послания Кефесянам Павел Говорит Выше он Говорит Всякое Раздражение Ярости Гнев И крик И злоречия Со всякой Злобой Да будут Удалены От вас Но Будьте Друг Ко Другу Добры Сострадательны Прощайте Друг Друга Как И Бог Во Христе Простил Вас Будьте Друг Ко Другу Добрые Положительная Заповедь Сострадательны Прощайте Друг друга Как Бог Во Христе Простил Вот У этого Императива У этого Повеления У этой Заповеди Нет Аналога В Ветхом Завете Строго Говоря Да и не Строго Говоря И вы Не можете Извлечь Этот Императив Из Десяти Заповедей Вы скажете Ну почему Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Величайшая Вторая Величайшая Заповедь Говорит Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Да Она так Говорит Но здесь Не говорится Любить Просто Как Самого Себя Здесь Говорится О том Чтобы Были Добры Сострадатели И Прощали Друг Друга Не потому Что Так Говорит Ветхозаветная Заповедь Которая Этого Не Говорит А чтобы Прощали Друг Друга Как И Бог Во Христе Простил Вас Ссылка Здесь Не на Закон Ссылка Здесь На Евангелие Ссылка Здесь На То Что Бог Во Христе Совершил И Сознание Того Что Вы Прощены И Вы Прощайте И Очевидно Если Вы Хотя Б Один Раз Читали Все Писание Вы Понимаете Что Ветхозаветный Святым Не Могла Быть Даже Дана Эта Заповедь По Той Простой Причине Что Христос Еще Не Пришел Что Через Приношение Ветхого Завета Было Каждогодное Напоминание О Грехах Посланник Евреям Делает Это Ясно Что Христос Когда Пришел Он Совершил Очищение Единократное Один Однажды И Навсегда И В этом Отличие Его Жертвы От Тех Жертв Которые Приносились По Закону Они Указывали На То Что Должен Прийти Христос Но Это Не Могло Еще Быть Исполнено Они Еще В тот Момент Не Могли Вкусить Полноты Прощения В Свершившемся Искуплении Иисуса Христа По Простой Причине Что Христос Еще Не Пришел И Не Совершил Понимаете Да Соответственно Израильтянин Мог Конечно же Если Он был Верующий А были Верующие Тогда Которые Уповали На Грядущего Христа Они Конечно Старались Проявлять Друг Ко Друг Благодать Но Вот Этого Императива Чтобы Они Прощали Друг Друга Как Бог Во Христе Простил Их У них Не Могло Быть И не Могло Быть Вот Этой Мотивации Исходя Из Свершившегося Отпущения Грехов В крови Христа По той Причине Что Христос Еще Не Пришел И Апеллировать К десяти Заповедям Бесполезно Более Того Если Бы Все Императивы Нового Завета Обуславливались Существующими Заповедями Десяти Заповедями То Павел Бо писал Свои послания Гораздо Проще Быстрее Любите Друга Потому Что Такая Заповедь Делайте Это Потому Что Он Просто Постоянно Ссылался Неужели Вы думаете Что Павел Фарисей Из Фарисеев Из Евреев Неужели Вы думаете Что Плохо Знал Ветхий Завет Чтобы На него Постанут Он Мог Сылаться Гораздо Лучше Быстрее Чем Вы И Я Он Этого Не Делает Вот Второй Пример Наставление К Христианским Мужьям Также Я уже Использовал Этот Пример Из Этого же Послания Наставление Христианским Мужьям Что Говорит Павел Он Дает Императив Повеление Мужья Любите Своих Жен Обратите Внимание Чего Павел Не Говорит Он Не Говорит Мужья Любите Своих Жен Ибо Написано Не Прелюбодействуй Из Этой Заповеди Из Запрета Не Прелюбодействуй Мы Конечно Извлекаем И положительную Заповедь Чтобы Быть Всегда Верным Чтобы Любить И так Далее Да Это Делают Богословы Но Не Это Делает Павел Павел Апеллирует Не К Ветхозаветной Букве Которая Говорит Всего Лишь Не Прелюбодействуй Да Храни Верность Да Желательно В душе И в сердце Но Он Говорит Любить Не Как По Заповеди Под Моисеем А Как Христос Возлюбил Церковь И Предал Себя За Нее Вы Скажете Ну Опять же Можно Это Вывести Из Возлюбий Ближнего Как Сого Себя Нет Здесь Дальше И Глубже Здесь Любить Ближнего Больше Чем Самого Себя Христос Душу Свою Жизнь Свою Положил Ради Овец Своих Христос Возлюбил Церковь Живота Свою Жизнь Свою Не Пощадил Отдал Это означает Любить Больше Чем Самого Себя Как Самого Себя Окей Я буду Верен Я буду До тех пор Пока Все Хорошо Я буду Безгранично Должен Любить Кстати Учение О том Что У христиан Нормой Должен быть Брак Нерушимый И постоянный И такие вещи Как развод Не должны Происходить Строятся Именно на этом Не на законе Как Христос Любит И не разводится С церковью Хотя она того Заслуживает Каждый день Так мы Должны Хранить верность И находить Повод А Сейчас я могу Развести с ней А продолжать Любить ее И мотивация Здесь Не закон А Евангелие Люди все еще считают Что если у нас Не будет Десяти заповедей Мы все Разбредемся По непристойным местам Что мы будем В вакууме Мы не в вакууме У нас много Императивов Которые мы Не можем Унести На самом деле Они есть Они перед нами Десять заповедей Не являются Правилом жизни Благодарения Десять заповедей Являются Рукописанием Которое было Против нас Десять заповедей Являются Служением Осуждения Буквой Смертоносной Через которую Люди Получали Познание О том Что они Грешны Вот Вся Функция Закона Что касается Жизневерующего Все остальные Этические нормы Мы получаем В другом месте А именно В новозаветных Посланиях Которые В особенности Раскрывают нам Как нам поступать Что нам делать Друг с другом Как нам относиться К другим людям И так далее Все это у нас Перед глазами Все еще люди Апеллируют К десятословию Как правило Жизни и благодарения Надеюсь Что вот Это опять же Немножко пояснит Вот эту позицию И позволит нам Несколько отмыться От постоянных Обвинений В том Что мы Учим Что если мы Говорим Вместе с Павлом Что мы Освободились От закона Что мы Учим Все дозволенности Отнюдь Не как Говорит Апостол Павел Мы Под благодатью А не под законом Но это не означает Жизни Вседозволенности Вот что я хотел сказать По поводу Третьего употребления Закона Господь Да благословит нас Ходить в евангельском Послушании Перед Господом Аминь Субтитры создавал DimaTorzok